Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 22 мая или 9 мая по юлианскому календарю мы празднуем память святителя Николая, для архиепископа Мерликийских Чудотворца. Это один из самых почитаемых и любимых святых. Он почитается наравне с Пречистой Девой Марии, Пресвятой Богородицей и с Иоанном Крестителем. Его блаженную кончину мы отмечаем в декабре, 19 декабря или 6 декабря по старому стилю, в атмосфере приближающегося Рождества Христова. В некоторых странах можно видеть, как люди, наряженные в костюм святого Николая от его имени, делают друг другу подарки, раздают гостинцы. Святой Николай считается прообразом фольклорных Санта-Клауса и Деда Мороза. И этот праздник зимой получил невероятно широкое распространение. Но весной мы тоже празднуем память этого святого. Она не приурочена к событиям его земной жизни, но оказывается, что у всякого святого помимо земной жизни есть еще какая-то другая жизнь, которую мы находим в их житиях и в той посмертной памяти, и в тех чудесах, которые совершаются в церкви. Тем самым святой даже после своей земной кончины продолжает жить жизнью церкви, жизнью народа Божия и участвует в нашей повседневной жизни. Если смотреть с точки зрения истории, то о жизни святого Николая практически неизвестно ничего. Ни один исторический памятник того времени не содержит в себе упоминания о нем. Однако его почитание получило широкое распространение на Востоке уже в VI веке. По крайней мере, в Константинополе уже был храм, посвященный его имени, построенный при императоре Юстиниане. Таким образом, он очень скоро стал живой легендой. Традиционно считается, что он родился в 270 году в Потаре, в Ликийском, на территории современной Турции. Как рассказывает Житие, всякое Житие — это некая словесная икона. Это не просто биография, но некий образ святого, написанный по определенным канонам, и поэтому очень часто некоторые мотивы перетекают из одного жития в другое. Считается, что святой Николай родился в семье благочестивых родителей. Это были очень зажиточные люди. Очень рано он остался без родителей. Они погибли во время эпидемии чумы. И предание рассказывает о том, что все имение он раздал нуждающимся людям. В святительский сан его рукоположили по воле народа Божия. После того, как его предшественник на кафедре мир Ликийских скончался, в эпоху гонений при императоре Домициане, святитель Николай был арестован, помещен в тюрьму. Его предали пыткам, и он мужественно все это переносил, тем самым почитается как исповедник Христа. С воцарением императора Константина восстановился мир. И по преданию святой Николай участвовал в Первом Вселенском соборе. В 325 году в городе Никеи он самоотверженно защищал православную веру от арианской ереси. Существует предание о том, что он даже нанес пощечину, арию. И по настоянию отцов собора он был отстранен от участия в соборе. Некоторые говорят о том, что он был низложен, был помещен в тюрьму. Но все это рассказывается только для того, чтобы сказать, что оказавшись в тюрьме, ему явились Спаситель и Божья Матерь. Они вернули ему амафор святителя, вручили ему Евангелие, Евангелие правды, и отворили ему дверь темницы для того, чтобы он вернулся к исполнению своего служения. С жизнью святого Николая тоже связаны многочисленные предания о том, как он помог одному из своих соседей, подарив ему три мешочка золота для того, чтобы подготовить приданное для его трех дочерей, и тем самым освободив их от необходимости продавать себя. Он помогал странствующим, он помогал морякам, которые оказываются захваченными бурей, он помогал детям, и поэтому многие профессии считают его своим небесным покровителем. Прежде всего это моряки, и даже целые народы посвящают себя всецело святителю Николаю. Событие, которое мы празднуем 22 мая, происходило в XI веке. В это время территория современной Турции попадает под набеги сарацинов, турков, печенегов и других народов, и эти варварские племена ругаются над святынями, опустошают храмы, и поэтому жители некоторых городов, которые особенно почитали святого Николая как своего покровителя, хотели бы спасти его, честные мощи, от поругания. И легенда рассказывает о том, как моряки из итальянского города Бари и венецианские купцы планируют перевести мощи святого Николая в свои города, но моряки из Бари опережают своих соперников. Обманом они похищают мощи святого Николая, и 9 мая 1087 года они торжественно причаливают к городу Бари, где на берегу встречает торжественная процессия во главе со священнослужителями. Мощи переносят в церковь святого Стефана, и очевидцы рассказывают о том, что эта встреча сопровождалась многочисленными исцелениями и чудесами. Вскоре для мощей будет построена базилика, которая до сих пор существует в Бари, где хранятся его честные мощи. И сегодня тысячи паломников посещают это место. Ежегодно из мощей святого Николая излучается мира, благоуханная смола, которая дарит исцеление и утешение всем, кто обращается к нему с помощью. И поэтому святой продолжает жить помимо своей земной жизни, еще и нашей жизнью, жизнью всей церкви, оказывая помощь. И вы можете услышать многочисленные свидетельства людей, которых он спас в трудную минуту, в те моменты, когда возникают какие-то затруднения в жизни, в том числе финансовые затруднения, когда человек оказывается в буре или в полной растерянности, именно святой Николай приходит на помощь. Пусть по молитвам святого Николая Господь, Пречистая Дева Матерь, Мария нас сохранят и спасут.